Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И сегодня у нас будет долгожданное видео о моих покупках из Италии. Хочу поблагодарить всех, кто смотрел мои итальянские ролики, кто писал комментарии, ставил лайки, дизлайки, делал репосты этих видео. Огромное спасибо! Я очень старалась, мне очень хотелось взять вас с собой и, ну, чтобы эффект видео был такой, как будто бы вы присутствуете, рядом и тоже гуляете по этим прекрасным магазинам, по прекрасным улицам Милана. Мы с вами вместе рассматривали модниц, модников, всех, кто попадал в кадр миланского стрит-стайла, кто бы он ни был, итальянец или нет, согласитесь, было очень интересно посмотреть. И, кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь и обязательно переходите по ссылочке в описании и посмотрите. Это замечательное видео о том, как одеваются итальянки и итальянцы стрит-стайл Милана. Ссылочку я оставлю здесь и в конце ролика. Также, дорогие друзья, я хочу вас поблагодарить за ваш интерес к моей коллекции из муранского стекла, соломенты, роскошная зима. И хочу сказать, что эти украшения разлетелись за один день по всему свету. И я вам очень благодарна за такую высокую оценку моей работы, моих творческих порывов. Всех люблю, обнимаю. Ну и, наконец, начинаем рассматривать покупки. Сразу хочу сказать, что их сегодня будет очень много. Так что спасайтесь семечками, кофе, печенюшками и так далее. Кто смотрел мой ролик с презентацией украшения Мурана, уже видели эту блузу. Но сегодня я хочу вам показать ее поближе. Эта блуза неизвестна во мне дизайнера. Стоила когда-то типа 150 или сколько-то евро. Но я ее купила в Аутлете в центре Милана, недалеко от дома. И, знаете, она мне очень понравилась. У нее сзади подлиннее немножко, спереди чуть-чуть покороче. Но при этом она абсолютно свободная. И я, вы знаете, обожаю одежду именно такого плана. И, наконец, изюминка. Это рукава. Смотрите, как они сшиты. Здесь какие-то валаны. Они пришиты в несколько рядов. Раз, два, три, кажется, да. И рукава, мало того, что это в моде сейчас, но мне нравится, что они какие-то летящие. И ты у них словно птица. Словно птица. Ну, а еще это немножко напоминает фламенко. Кстати, я ведь когда-то танцевала фламенко. И вот так вот делала руками. Те, кто танцевал фламенко, знают, как это. Ну, сейчас я уже забыла, конечно. Но есть, есть еще порох в пороховницах. Так что вот так. В общем, эту блузу я назвала блуза фламенко. Ну, и помимо этих роскошных рукавов, мне понравилось, что эта блуза является таким черным квадратом, на котором можно выгуливать любое украшение, которое будет просто роскошно выглядеть на этом черном фоне. С этим роскошным вырезом, который максимально дает раскрыться вытянутым украшением. Таким, как это моя колумбийская красавица. В этом году в Милане, несмотря на то, что я заметила, как объеднели очень многие магазины и закрылись также, все-таки шоппинг в Милане – это шоппинг в Милане, который сравнить ни с чем нельзя. И что мне больше всего нравится в Милане – то, что там можно найти вещи на любой кошелек. Можно найти очень много оригинальной одежды и обуви, где ценовой сегмент не превышает 100 евро. Ну, или если превышает, то не очень сильно. И это здорово. В этот раз мои покупки были около 100-150 евро, но две из них превысили эту сумму. И одна из них, которая меня просто с первого раза поразила и куплена была в Риношенте. Вот, видите, это их пакет. Здесь написано «Милану» так и «Милану» с этой стороны. И, вы знаете, в первый же день я увидела вот этот чудо-шарф Пола Смита. Пол Смит – английский дизайнер, который специализируется вот на таких вот красивых рисунках и орнаментах. Этот шарф я захотела купить сразу же, но в первый день не решилась. Думаю, мало ли чего еще увижу. Но, конечно, в последний день я вернулась. Трудом нашла этот шарф. И это 100% шерсть, знаете, такого качества, когда на ощупь она шелковая. Вот этот авторский, дизайнерский рисунок в некоторых местах вышит гладью. Например, вот этот фрагмент вышит гладью. Вот эта бутылка тоже. Вы можете видеть как будто бы абстракцию. Но, тем не менее, это картина. Это шедевр Пола Смита. И я просто, просто в полном восторге. Я собираюсь носить этот шарф в распущенном виде, с белой рубашкой, в качестве нарядного, просто на выход. Сверху пальто, сверху жакетов. У него, как вы можете видеть, практически присутствуют все цвета радуги, начиная от черного и заканчивая пудрово-розовым, включая все зеленые, красные, бордовые, синие оттенки. И я считаю, что это просто произведение искусства. Конечно, мне было жалко отдавать за него более чем 200 евро. Я, конечно, оформила такс-фри. Кстати, хочу сказать, что принощенты очень легко оформлять такс-фри. Вы поднимаетесь наверх, там есть русскоговорящая девушка, которая на автомате вам поможет. Ну, наверное, кто-то и сам может, но я, поскольку первый раз столкнулась с таким именно оформлением такс-фри, она мне помогла. Она нажала на все кнопки этого автомата. И я сразу же за буквально пару минут получила этот чек, без всякой очереди, потому что очередь была из китайцев. И затем в аэропорту я получила 13% от стоимости покупки наличными. Если кого-то интересует творчество Пола Смита, вы можете зайти на его сайт или на сайт, например, Farfetch, потому что на этом сайте очень много представлено одежды. Как правило, мужской, но она такая, знаете, унисекс. Кстати, это мужской шарф, я купила его в мужском отделе. Даже сейчас, снимая это видео, я просто наслаждаюсь этим цветовым сочетанием, этим стилем живописи и ощущением, что ты держишь в руках шелк, несмотря на то, что это шерсть. У Пола Смита очень интересные вещи. Они яркие, они дизайнерские, они творческие, они очень смелые. И, например, я с удовольствием бы купила худи в мужском отделе, потому что были худи даже вот с таким рисунком. Мне очень нравятся сумки Пола Смита. И я думаю, что когда-нибудь я разорюсь и на такую сумку. Не знала, с чего начать пока с покупок. Сразу скажу, что одежды будет тоже очень много. Но как-то начала с аксессуаров, поэтому давайте посмотрим, что я купила из обуви. Вот эти две замечательные пары, одна из которых серебристая, другая золотистая. Я от них в полном восторге. Начнем вот с этих серебряных кроссовок. Очень мне понравились. Кстати, они не итальянские, а испанские. Я их купила в Аутлете, в центре Милана, рядом с дому. Обошлись мне около 100 евро. А стоили, соответственно, наверное, в два раза дороже. Что мне понравилось? Ну, во-первых, конечно же, удобство. Я давно хотела кроссовки с амималистическим принтом и серебряные. Эти просто в себя вобрали абсолютно все мои желания. И цена у них тоже вполне такая, знаете, адекватная для шоппинга в Милане. Такой вот светло-серебристый фон. На нем более темно-серые леопардовые пятнышки. Очень элегантно смотрится. И когда вы увидите, какую я купила одежду, вы поймете, насколько они классно вписываются в мой гардероб. Ботиночки, которые в России мы называем Геокс, в Италии как-то Джеокс или что-то в этом духе. Ну, в общем, у нас это продается в магазинах Геокс. Я присмотрела их, на самом деле, еще до поездки в Италию. У них внутри есть вот такая вот прокладка, типа байки. Вот. Они, несмотря на то, что как будто бы ботинки на шнурках, имеют сбоку молнии. И это, на самом деле, очень удобно. Они нереально, просто фантастически комфортно сидят на моих ногах. И, знаете, там был еще бордовый цвет, я тоже хотела. Но все-таки вот выбрала вот этот такой, знаете, состаренное золото, бронза, немножко с медным отливом. Но тоже вы увидите в разных образах. Я буду выгуливать эти ботинки. У нас они тоже продаются. И, кстати, уже со скидкой. Поэтому, если они вам понравятся, вы можете их присмотреть себе. Вот такие вот покупки обуви у меня были. Хочу сказать, что проводить маркетинг известных итальянских брендов можно еще до поездки. Именно таким образом я выбрала себе вот эти золотистые ботинки Геокс. И также я присмотрела сумочку Коченели, которая мне у нас очень тоже нравилась. Все такое нежно-розовое. Ну, сейчас будем смотреть. Вы уже видите, да? Это сумка цвета бордо. Вообще, я, кстати, хочу сделать видео о тотальном бордо. В принципе, я к этому готова. Очень хорошая функциональная сумка. Мне понравилось то, что у нее съемный ремень такой вот широкий. Это не так часто бывает. Обычно нужно покупать дополнительно. И есть короткая ручка. Ну, я ее, может быть, даже отцеплю. У нее два отделения. Между ними вот такое свободное. То есть туда можно жетоны, например, там метро мелочь какую-то. Вот такое у нее еще есть отделение на молнии. Фурнитура очень красивая, золотистая. И передняя часть вот таким образом открывается. И здесь вот еще тоже бумага. Вот. Показываю это отделение. Оно очень большое. Здесь есть вот такие кнопки. Можно увеличить и, как говорится, набить в эту сумку все, что хочешь. Мне, как блогеру, очень важно, чтобы сумка была вместительная. Чтобы сюда поместилась как минимум одна видеокамера или фотоаппарат. Ну, еще какие-то вещи. То есть очень хороший функциональный размер. Средний такой, да. Не гигантская сумка, а средняя. Что мне еще тоже понравилось, это то, что у этой сумки с обратной стороны ремень черный. Ее очень легко интегрировать и сочетать с черной одеждой, да. Потому что бордовый, он такой здесь очень сдержанный. Такой, знаете, как говорит Эвелина Хромченко, цвет натуральных, полудрагоценных камней. До последнего я сомневалась купить такую зеленую или бордовую. Потому что зеленый цвет мне очень тоже нравился. Вот, и в конце концов все-таки остановилась на бордовой. Не знаю почему. Конечно же, такая сумка великолепно сочетается с шарфом Пола Смита. Ну что ж, дорогие друзья, я показала вам аксессуары. А теперь переходим к одежде. Есть такая замечательная марка Сандро Феррони. И я знаю магазин в Риме и в Милане тоже. И всегда, обязательно всегда я его посещаю. Потому что, насколько мне известно, в других странах его нет. И может быть даже в других городах нет. Италии. Хотя может и есть. Напишите, кто живет в Италии. Сандро Феррони. И именно у Сандро Феррони есть линия, которая называется Лола. Лола. Это линия больших размеров. И поэтому я всегда, всегда там отовариваюсь. Потому что, ну, я, конечно, начала худеть. И есть первые результаты. Наверное, вы можете это видеть. Но, но, все равно, очень много одежды, в которую я пока не влезаю. Поэтому по-прежнему линия Лола с Андро Феррони мне очень-очень нравится. Я давно хотела мужской пиджак. Вот такой вот большой, оверсайз. Но ткань, из которой обычно шьют такие пиджаки, не поворачивается. Не поворачивается язык назвать это жикетом. Хотя, ладно, для тех, кто слушает Александра Васильева, можно назвать и жикетом. Но я считаю, что все-таки это пиджак. Сейчас я покажу, почему я запала именно на этот пиджак. У него очень интересная ткань. Посмотрите, это не просто клеточка. Она, там есть какая-то ниточка такая, типа, ну, люрекса. Это незаметно, но он посверкивает, он играет. Вот. И это делает его каким-то особенным, нарядным. К тому же мне понравилось то, что у него лацканы из эко-кожи. Назовем это красиво. У него нет пуговиц. Он по итальянской моде создан для того, чтобы носить его нараспашку. Но он сел на мне просто великолепно. У него прекрасная длина. Он закрывает все выдающиеся части тела. Он скрывает недостатки. Он стройнит. Я хочу тоже показать, насколько идеально вот эти кроссовки серебристые с анималистическим принтом. Насколько прекрасно и блестяще в прямом и переносном смысле этот пиджак сочетается с этими кроссовками. То есть, вот он посверкивает сереньким, таким серебристым. И кроссовочки. Идеальное сочетание. В общем, получился такой стильный, современный образ. Гламурный рок. Или роковой гламур. В общем, можно назвать как угодно. Но я себя чувствую в этом очень органично, потому что, ну, знаете, у него такой вот прям вот очень защищающий и в то же время очень красивый вид. И, кстати, если я похудею, я думаю, что можно его носить вот так и под пояс. Думаю, поэтому он, кстати, и сделан без пуговиц, чтобы максимально не конкурировать ни с пряжкой, ни с ремнем. Я пока на пути к похудению. Размера мечты. И если я достигну этого размера, я обязательно вам покажу, как этот шакет я буду носить с ремнем. Также вы можете видеть брюки, которые я купила у Сандро Феррони. Линия Лола, то есть большой размер. Спереди они эко-кожа. И сзади такое джерси. Также у Сандро Феррони я купила вот такой вот плащ джерси. Он с одной стороны серый такой, знаете, можно сказать, мокрый асфальт цвет. И вот здесь вижу, камера немного искажает, но это такая очень глубоко пыльная роза. То есть если роза была такая, знаете, красно-бордовая, и она засохла, то вот как раз получился вот этот очень красивый, благородный цвет. Очень длинный, тоже свободный, роскошный. Ну вот в итальянском стиле, то есть ходить на распашку. Но я подумала, что у нас тоже бывает такая погода, поэтому выгуливать его можно. И если уж совсем будет прохладно, то вниз можно надеть серый пуховичок. Вот я его примерила. У него вот здесь вот есть карманы, то есть можно пофорсить. Очень красивая вещь. И, дорогие друзья, вы часто мне пишете, что я вас обманываю, когда говорю, что у меня 54 размер. Я вам клянусь, я в 48 не влезаю, даже до сих пор. Это только, только умение замаскировать свои неидеальные формы. То есть носите одежду на два размерчика побольше, и вы будете казаться стройняшкой. Выбирайте такие фасоны, которые нигде вас не обжимают, которые струятся и создают вот такую вот вертикальную линию. Кстати, к этому пальто, жакету, плащу. Очень хорошо тоже подойдет эта бордовая сумка. Вот такие ботинки сюда тоже здорово подойдут. Еще одна вещь, которую я купила в Сандро Феррони, это кейп. Это пальтовая такая ткань, черная, мягкая, без подкладки. Можно надеть на любое элегантное пальто. Можно надеть на жакет, можно надеть даже на черный пуховичок и таким образом утеплиться. Здесь воротник вот такая вот стоечка. Очень удобный. Я его пробовала надевать со своим черным стеганым пуховичком, и он классно работает. Он очень греет. Могу сказать, что кейпы встречаются в Милане, и часто они обыграны еще дополнительно шарфами, что мне очень понравилось. Согласитесь, очень творческий образ. Смелый, дерзкий. В общем, то, что мы любим. Лично мне нравится. И, наконец, три заключительных покупки из магазина Сисли. Вот такой вот красивый у них пакет. Мне очень понравился. Сейчас обычно стали все какие-то скромные делать, а они, вот видите, выпустили такой веселый, жизнерадостный фэшн-пакет. И мне, кстати, очень понравился дизайн. Что же в нем? Ну, на самом деле, в двух вещах я уже стою, вы увидите сейчас. Я хочу показать вам на примере вот этих темно-серых джинсов. Посмотрите, вот такие вот они широкие. Это, можно сказать, юбка-джинсы или кюлоты, или широкие брюки. Вот они абсолютно прямые, широкие и укороченные. Здесь нету обработки. Ну, то есть, она есть, но такая небольшая. В принципе, можно подрезать под любую длину. Я купила две пары таких, ну, в смысле, они немного разные, но одни вот такие вот темно-серые или седые-черные, их можно назвать тоже. И классические индиго-синие. Все, кто смотрели мои ролики из Италии, особенно о стрит-стайле, все видели, в каких брюках сейчас ходят итальянки. Они укороченные, есть широкие, очень широкие, средние, узкие. Но главная фишка – это в их укороченности. Поэтому практически все марки выпускают джинсы, брюки той или иной ширины, но главное – укороченные. Или такие, которые можно самим подрезать. Я знаю, что многие считают эту длину не солидной, называют ее клоунской. Ну, в общем, как только не называют, и я даже предвижу, что мне напишут что-нибудь подобное. Вот, но вы знаете, я всегда слушаю вас внимательно, с интересом. Но выбор остается за каждым из нас, в том числе и за мной. И меня потянуло что-то тоже на такие вот широкие, подстреленные, как многие говорят, штанишки. Кстати, я еще в Юникло такие купила, еще вам не показывала, но это будет в другом видео. А сейчас давайте посмотрим, что же я еще купила в Сислии. Сислии недорогая относительно марка. Джинсы вот эти стоили 69 евро. Также 69 евро стоила вот эта блуза. Она, кстати, очень классная. Сама такая шелковистая. 67% вискозы, поэтому чувствуешь себя в ней хорошо, тело дышит. Плюс просторный фасон. По форме она напоминает свитшот. Манжеты – это тянущаяся резинка, которая повторяет как бы вот этот узор, поэтому не очень понятно, что это. То же самое внизу – это резинка, она тоже тянется. Мне нравится такая модель, потому что здесь существует такой напуск, ткань играет. Максимально может раскрыться, так как ее достаточно большой объем. Плюс скрывает недостатки фигуры, делает вас стройнее, в данном случае меня стройнее. И вот сейчас вы можете видеть на мне как раз синий вариант. Юбка, юбка-брюки, кюлоты. В общем, что-то такое. Короче, широкие, короткие штаны. Сюда замечательно тоже подходят вот эти золотистые ботинки. Они поддерживают вот эту сине-золотисто-полосатую блузу. Сумочка кочанели сюда вписывается тоже органично. По-моему, здорово. Напишите, что вы думаете. Вот, дорогие друзья, я показала вам все, что купила. Ну, я еще там по мелочи, носки, колготки, это я уже не стала показывать. В этот раз я ничего не купила из косметики, я не покупала парфюм. Но, несмотря на это, шоппинг получился классный. Напишите, понравились ли вам мои обновки. Я надеюсь, что да. И с нетерпением жду ваших комментариев. Буду благодарна за лайки, дизлайки, репосты этого видео. И те, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, потому что вас ждут очень интересные видео. И, кстати, не забывайте нажать на колокольчик, потому что только тогда вы будете получать оповещения о новых роликах, которых очень много выходит на канале. Два-три раза в неделю я сейчас выпускаю видео. Ну, все. Встречаемся в комментариях. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok